Здравствуйте, уважаемые друзья! Видно, вышел у меня сегодня такой технический день, поэтому посвятим время теперь тискам. У меня вы спрашивали по поводу тисков. Отвечу вам, я пользуюсь несколькими тисками, потому что универсальных как таковых тисков практически нет. Нет, тиски хороши для какой-то одной определенной работы и под вас. Допустим, я очень часто пользуюсь вот такими индийскими тисками, но они у меня переделанные. Я давайте вам сейчас приблизим немножечко. Если внимательно посмотреть, это вот родные губки, те, которые в станке я еще не трогал, друзья, мне подарили. А это мною подготовленные губки. Так, чтобы я мог работать с крючками более мелких размеров. Но, одна из особенностей, которая необходима для нашей работы, это в частности для меня, чтобы у меня рука спокойно лежала вот так на тисках и я мог работать. Для чего? Так как мы работаем, наносим лак, еще что-нибудь, стараемся взять, вот как вы видите, соединить пальцы для того, чтобы у нас они не дрожали. Если они вот так у нас будут в свободном положении руки, то у нас будет идти дрожание. Так значительно удобнее и качественнее работать, выполнять мелкие работы. Поэтому для меня вот такое положение тисков, чтобы я мог положить руку, значительно удобно. Но возникает, допустим, неудобство. Если я возьму крючок 18 номера, здесь почему я переделал. Вот я его зажал. Как вы видите, место для работы, допустим, чтобы у загиба работать или подвести материал, хвостик, совсем мало. Можно, конечно, вот так развернуть тиски, поставить, потом закрепить вот так крючок. Это тоже возможно. Удобно на нем вязать те нимфы, которые имеют тело граб-шримп. Быстро переставляется, не надо ничего крутить и достаточно крепко, хорошо работают тиски. Тиски близкие к универсальным, которые я уважаю и очень сильно. Это не реклама. Единственное, это очень хорошая статья Александр Каплун написал в журнале «Нахлысть». Я не помню, за какой год, ребята, обманывать даже не буду. Или 2006, или 2008 год. Но он описывал просто тиски, как с ними работать, их строение и все остальное. Но я практик. Для меня необходимо, чтобы тиски несли какую-то функциональность. Вот, допустим, это. Всем хорошо, но мной уже переделаны, убраны почти все люфты. Ручка переточена, все. Это закреплено так, чтобы не болталось. И немаловажный момент. Вот, допустим, мне необходимо связать щучий стример на вот таком крючке. Здесь я уже, к сожалению, уже как бы я ни старался, губки я открыть не смогу. Так как они ресорного типа, здесь не позволяет уже сама конструкция их расширить. Всем очень хороши. Я бы отдал предпочтение таким тискам, учитывая, если у вас, допустим, не позволяет финансы купить что-либо другое. Или подобрать. Во всех тисках у меня подготовлена вот такая же стопорная шайба. И я просто беру, переставляя их практически в одну и ту же струбцинку, которая у меня закреплена на столе. С таким расчетом, чтобы я мог спокойно, не переживая за то, что они мне упадут на коленки, перемещать свой станок. Это мы рассмотрели первый станок, которому бы я отдал свое предпочтение, так как очень удобно работать, но есть один небольшой минус. Какой минус, я уже объяснил. Это нет возможности у меня поставить, допустим, сюда более крупный крючок. Или же, если я захочу изготавливать что-либо на игле, как я иногда тоже использую в качестве стопора ушка иглы и вяжу на трубках, я тоже не могу закрепить свою иглу. А так, очень удобные тиски. Если их немножечко поотработать. Переходим к другим. Я использую в качестве, допустим, подставки от датских тисков. И очень удобно разместил вторую конструкцию индийских тисков, которые привезли мне в подарок практически из Индии. Но также я их все переделал. Значит, что выяснилось? Не буду я разбирать и вам показывать. Вышла ситуация следующая. Если на тех тисках, которые я вам показывал, я спокойно работаю уже 2-3 года, там проблем не возникает. Губки достаточно крепкие, крючок не травмирует, держит, все хорошо. В этих возникла у меня проблема. Буквально через 3 месяца, ну будем говорить так, где-то 1000 мушек, может быть несколько больше. У меня вот сами мои губки, край, начали расходиться. То есть, настолько сам крючок уже начал разбивать этот материал. Что я сделал? Полностью все снял. Отшлифовал по кромке, убрал все, какие у меня были заусеницы, выбоины. Все, все, все. Привел к одной плоскости так, чтобы они у меня при возможности, когда я вот так закрываю, хорошо сходились по всей длине. Вот так. Не было практически у меня здесь никакого вот так зазора. После этого я взял, хоть мне и говорили, что этот материал не калится. Я попытался и закалил губки по цвету металла. Если вам необходимо будет, я потом расскажу более подробно. Скажу откровенно, вот они уже тысячи три выдержали у меня разных, допустим, вязаний мушек. Начиная от, я здесь могу уже спокойненько раскрыть и закрепить любой крючок. Здесь у меня проблем уже не возникает. Он достаточно крепко держится. Как и вот крючок 18 номера. Но опять же возникает та же самая у меня проблема. Но здесь уже немножечко, как вы видите, меньше. За счет того, что я переделал тиски, у них угол наклона был абсолютно другой. Я бы уже степень свободы, то есть больше, как работать с крючком, у меня лучше. Поэтому эти тиски я тоже переделывал. Все эти гаечки, сгоночки, резиночки. Была выточена дополнительно вот эта ось. Укорочена, удлинена так, чтобы так же я мог положить вот руку и нормально работать. Переделан сам тормоз, переточено. Поставлены шайбочки дополнительно. Для того, чтобы у меня, как вы видите, спокойно оно прокручивалось без тормоза. И в то же время я мог спокойно оставлять в любом положении, как мне удобно, чтобы у меня тиски не проворачивались. Плохая особенность этих тисков в том, что у них срабатывает принцип кормысла. То есть дополнительно у нас огруженные наши губки выступают в роли рычага, который стремится опуститься вниз. И при изготовлении, допустим, каких-либо мушек, при намотке, я редко стараюсь использовать, потому что для меня нет в этом необходимости вот так накручивать. Свинец могу в крайнем случае накручивать, если он тоненький и рвется. Поэтому эти тиски несколько лучше тех тисков, которые я вам показывал. Но нельзя сказать, что вот этими тисками можно заменить все. На данный момент, да, вот эти тиски по ценовой позиции, они достаточно удобны при условии, если вы полностью все переделаете. Один немаловажный приятный момент, что сюда можно изготовить губки уже. Я подготовил, но когда убью эти, тогда поставлю новое. Я изготовил из державки резцов, которые используются на токарном станке. По образу и подобию подготовил такие же губки, которые мне будут служить значительно дольше. Выбрал степень их закалки так, чтобы они у меня не травмировали при зажатии крючок. Как вы видите, точно так же, очень удобно, имеет большую степень свободы. Я сделал короче этот рычаг, чтобы при прокручивании не было вот этого биения. И убрал практически все люфты. Но здесь, как вы видите, сколько бы я ни старался, вот я убрать до вот этой точки, где мой палец, мне очень тяжело. То есть, все равно на вот эти 2 сантиметра работы, а то и 5, они для меня немножечко неудобны. Приходится постоянно руку перемещать сюда, когда вяжешь, что создает небольшие затруднения. Для меня, для самого вязальщика, есть дискомфорт. Те, которые используются фирма Ранзетти, или же американская фирма, другая, простите, я не могу сейчас назвать быстро вам ее имя, используют обыкновенный рычаг, и на нем уже крепится приспособление для зажима наших губок. Я сразу сказал, здесь стояло такое же, я удалил, переделал вот на вот такую конструкцию, чтобы мне можно было, в зависимости от крючков, не перекручивать мои губки, регулировать, а спокойненько выбрать, чтобы у меня соосность совпадала. Здесь я уже могу, степень свободы очень большая, закрепить любую иглу, любой крючок, работать значительно удобно. Есть вот этот небольшой маленький минус. Теперь давайте мы перейдем уже более конкретно к тискам, которые, вот я использую штатив, а это уже сами родные тиски датского производства. Вот это я могу сказать, что довольно-таки уже удачная конструкция. Выполнены они из современной пластмассы, из которой выпускает американское воинство, приклады и наши тоже. Достаточно крепкие, удобные и в том смысле, как вы видите, вот у меня рука находится там, где надо, степень свободы. Такая же, как и в предыдущих тисках. И что немаловажно, что мне нравится, это вот быстрый, очень быстрый зажим идет, который хорошо фиксируется, зажимает практически любые крючки, какие мне необходимы. И достаточно качественные выполненные губки. Мне друзья подарили эти тиски, я пока скажу откровенно, не из жадности, а от того, что любуюсь ими и выполняю иногда крайне такие работы, когда необходимо более ювелирную выполнить работу. Дополнительно к ним продаются еще вот такие тиски, губки, которые идут в наборе. В сборе полностью уже можете ставить, не мороча себе голову. Очень удобная конструкция, практически регулируется вперед-назад. Как вам удобно выставить губки, выбрать центр. Очень удачная конструкция. Хорошо регулируется, хорошо держит тормоз. Я бы отдал предпочтение, допустим, таким тискам. Если у вас не сильно, вот как говорится, эстетика, что больше нагромождений и все остальное. Я такие тиски первый раз увидел лет, наверное, 15, может 20 назад, будучи во Франции. И был крайне удивлен, когда сейчас на нашем украинском рынке можно в фирме Страйк, это не реклама, вот такие тиски заказать. Очень удобный вариант. Я бы отдал предпочтение, допустим, если выбирать какие-то одни тиски, я бы выбрал бы вот такие. Но, учитывая то, что иногда мы выходим на рыбалку и хотелось бы что-то нам сваять на самой рыбалке, я иногда и дома, а в большинстве и дома для себя, работаю с вот такими тисками. Довольно-таки простая конструкция, дешевая и сердито. Но имеет массу минусов. Первое. Пропил и невозможность их вращения. За исключением того, что я поставил шайбу, мне не падает на коленки, я могу только вот к себе вращать, что-то посмотреть. Вам что-либо вязать и показывать очень неудобно. Но сам принцип зажима крючка довольно-таки удобен. Мы берем, вставляем и только лишь нам остается одно. Это вот повернуть рычаг и гайка поджала крючок. Не мешает удобно здесь на месте компактное. Если использовать в полевых условиях, вплоть до того, что можно заточить сам штырек и им же нам вбить в пенек куда угодно. Спокойно зажимает, начиная от того крючка, как я показал, и заканчивая. Я вязал и на 22 номере. Вот видите, довольно-таки удобно. Степень свободы хорошая, крючок держит очень хорошо. Тоже можно обойтись, если у вас нет какого-либо предпочтения. Но эти тиски также можно переделать. Пока еще руки не дошли, то есть нет необходимости, у меня есть то, что меня устраивает. Сама струбцина вы можете использовать как вам удобно. Это уже не является, допустим, какой-либо панацеей. Но вот все вот такие струбцины, которые идут в наших комплектах, не всегда они для меня предпочтительнее. Поэтому я взял и изготовил для себя вот такую струбцину, которая является практически для меня для двух-трех станков. Я вставляю и спокойно работаю. Это если вот коротко о тисках, о их возможностях, преимуществах. Это уже к каждому под свои руки, под свой вкус. То, что меня просили, я вам, ребята, рассказал. Как таковых универсальных тисков нет. Есть тиски, которые подходят для конкретной вашей работы. Если вы вяжете только стримера, пожалуйста, используйте вот такого типа тиски. Тиски вам будет больше, чем достаточно. Хватит на очень-очень-очень длительное время. Если вы вяжете всевозможные разные мушки, начиная от сухих 22, 24, 16, 18 не имеет значения. Пожалуйста, пользуйтесь уже, подбирайте под себя инструмент. Экспериментировал я очень много. Если у вас какие-либо будут еще дополнительные вопросы, пожалуйста, повторяю второй раз. На фейсбуке я отвечу вам на все ваши вопросы. Или маякните на моем канале «Мушки из подушки». Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует...